Так, здесь попало мероприятие ежегодное вшествие невест по улицам старого города на фоне деревянного строения. Девки-то сочные. Нормалёк. А это не еду или случайно? Просто я читал, что в основном реставрируется домик Петра. То есть был в своей гостинице, ну, в то время, в Петровские времена, в котором в два раза останавливался российский император. Что-то с виду, да, фотографии видел. Я всего даже не хотел идти, потому что мне сказали тут. Снаружи только можно посмотреть. Ну да, деревянная конструкция. За 300 лет там, конечно, ничего. Видно, реставрируется уже и не первый раз. Не, ну, если как-то связано, да. С историей почему бы не содержать порядки. За своё состояние. Запах какой? Цветы какие-то цветут, не могу понять. Вот. Ну, приятно. Чем хорошо ли я, прям? Тем же, что, в отличие от многих маленьких городов, здесь на каждом углу разные едиальные заведения. Кафе, рестораны, там, столовые, пиццерии, вот как здесь. Хесбургер. Это бывает. А где же я был? В Бордееве был. Там в центре города одна пиццерия. Ну, вишером, по крайней мере, работающая. Вроде город такой же небольшой, уютный. Попоешь нечего. Ну, пиццу съели мы, конечно. Да, я вижу. Пиццерия, черепица. Сетевое заведение. Ну, пиццу я не хочу. У меня бывает, у меня носоруха, бывает троуха. Раз в месяц, вот, хочется пиццу. Так, вот, покупаем или заказываем. Вот. Аккуратно всё. Мило, аккуратно. Вот, что это я. В какой среде находишься, сам как-то млеешь, разомлевшись. Ничего не напрягает. Хорошо. Что хорошо, очень много исторических построек. Ну, в разной степени сохранности. Ну, я к чему говорю, что во время войн, там, Первой мировой, Второй мировой, не очень сильно-то и пострадал. Значит, здесь активных боевых действий-то фактически и не было. Хотя, в Википедии считал, что Советская армия, ну, во время Второй мировой войны, засла, засла в город в время, только 2 мая 45-го года фактически, когда война уже закончилась. Значит, немцы оборонялись до последнего. Ну, да, это тут рядом и земля, посвящая грузья была. Сходи, сходи. Еще одно историческое культовое место. Ветеранская церковь Святой Анны. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что к чему. Чем-то похоже, очень похоже на Ветеранский собор, в Тарту этот, в церковь Святого Петра, Петра и Кирик. Очень похоже. Может быть, в одно время и строились. Но это в середине, в середине 19-го века. Ну, понятно, что не за один год такие церки строятся. Видно следы реставрации. Значит, что-то там уже разрушалось. Может, во время было по-моему сделано. Посмотрим. Нас тут не особо-то и ждут. Закрыто на замок. Но придется полюбоваться со стороны. Площадь такая. Да, вон базарчик, где мы были. Это Петровский рынок. Там католический собор Святого Иосифа, где мы были. Вот. Но обоем вокруг-то тоже интересно. Да. бросается в глаза. Может, оно так и должно быть, но для меня непривычно, где бы они были. Вот это огромное количество кафе, кофейница, еще одна. На улице там люди сидели. Я же все не снимаю. Выборочен. Вот он. В неоготическом стиле. Вот тут он сразу пострадал. Я боюсь, что мы внутренне попадем. А в такие, между прочим, в такие соборы там лестница идет наверх, можно всегда подниматься. Просто много вене пускают. Я помню, с Татьяной Владимировной мы в этом вене поднимались. Очень высокий там. Очень высокая церковь. Оттуда вид на всю вену открывался. Просто завораживающий. Там еще надписи были. Времена оккупационная австрейковая часть Третьего рейха тоже была занята советскими войсками. До 1955 года стояли войска советские. Мне понравились там надписи. Короче, церковь изнутри расписана. Там всякие здесь бываются. И Свердловская там, ну, я-то условно говорю. Это вот такие ДМБ-45. Красиво. Красиво. Закрыто все, не попадем мы. Двигаемся в сторону моря. Ветерок поднялся. Тут уже такие... Ну, я не знаю, может, место такое. Непрезентабельное здание. Видно, тут приморские портовые постройки были. Там кебабная. кебабца. Здесь пицца. Ресторан, я говорю. Я начинаю завидовать. Мы, как бы, с Татьяной Владимировной любим иногда себя попалить, выйти куда-нибудь перекусить. Ну, дома даже, когда приезжаем. Вот, посидеть, пивашку попить, покушать еды. Мало где такого разнообразия. Или, как в Албании были. Мы в Албании были, но в Бесотяне мы с Сударом ездили. Там на каждом сагу ездили, но пиццерии. Пицца, 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 пицца. Пицца? Пицца куда-то пошла? Одни пиццы. Еле-еле нашли там курицу-гриль в одном месте, прямо очаг был, там жарился. Вот. А далеко было, там километра три, наверное, в один конец бежать. Так мы два раза туда за курицу бегали. Но пицца хорошая. Ну, много. Каждый день я есть не могу. Надоедает. Ну, это же старые деревянные постройки. Это как у нас. Чисто такая классика. Провинциальная, Прибалтийская. Да везде они там, даже в больших городах. В Санкт-Петербурге, в Москве были такие дома. Сейчас они уже там давно снесены. А здесь у нас Прибалтики еще динамироваются. Люди живут. Отделываются снаружи и внутри. Так, ну, идем. Видимо, это окраина. Старые ебалы. Потому что здесь уже таких пафосных, богатых, каменных домов нет. Вот. Старые деревянные постройки исторические такие. Ну, там подгоревшие требующие ремонта. Хрущевки там какие-то с одной стороны реновированные, с другой нет. Вот. Видно, это край был самый сто. Сколько? Ну, условно, сто двадцать лет назад. Там проходили здания, ну, там особо ничем не примечательнее. Там просто год постройки 1914. Год перевала. Год начала Первой мировой войны, который изменял очень много. Да, никуда. А сейчас попер. Да. Так что, старая часть города осталась вот там историческая, а мы тут как бы ну, не по новостройкам, но, скажем так, наверное, для более попрощих людей райончик был. Ну, вот еще тут такой исторический мемориальный камень. Сто процентов в советское время поставлен. Тут написано здесь 16 января 1905 года состоялся массовый митинг трудящихся Ле Паи. Ну, я говорил, тут восстание в Агерину революции 5-го 7-го годов российской, как бы такой, предвестник большой революции 17-го года. Вот. Восстали матросы, там занчинщики были арестованы 142 человека и на гулпбакте их там. то есть, почему госпиталь превратили, я, кстати, не сказал, это же как госпиталь был построен. Шесть корпусов было. Пять корпусов вошли в строй, как госпиталь, тадам. Один остался, ну, то есть, как бы еще не готов для приема у больных и когда состоялось вот это восстание митингующих матросов, там, зачинщиков, 142 человека, надо было куда-то девать, изолировать от общества. По-быстрому здание госпиталя превратили, то есть, он как госпиталь, фактически, это здание ни разу не работало, ни дня. Зачечку туда посадили, там заделали окна, поставили решетки, все это по-быстрому было организовано. И с тех пор с 1905 года до 1997 действовала гарнизонная галпакта. К морю пойдем, вот там дорога к морю, тут уже море опять, влево-праве море тут, хоть бы дышать, посмотреть. Вот и опять мы находимся среди приморских барханов, так называемых дюн, писяных. Любители позагорать не на виду, а у единицы обычно прячутся вот так вот, где-то среди растительных и втихаря загорает. Ну и все. Кому как нравится, тут есть недалеко все нудистский пляж, не знаю. Ну тут на обычном-то никого нет, там на нудистском и ничего холоднее даже, может без одежды. Ветер сильный, опять пришли, вот там в городе еще так. Легкий, бодрящий, а тут прям сильный, сильный. Самое главное, был бы теплым, а он ледяной. Серьезно говорю. А детям пофиг, я сам так тоже был. Беструсовным, по песку спарил. Кафешки. Тоже вам какой-то дом сюда привлокли, инсталляция. Бестопримитательность. Фрагмент старого дома. Перекошим пахом. Таки да, до слоя, до моря. Приехал. Я еще думал, как, надеемся, что приедем. Жаркие погоды с этого, красный факт. А леется, а леется. Вот. Позагораем, даже, может быть, откроем морской купальный сезон прибалтийский. Да, куда там, тут только вот эти, штингалеты там пытаются. Если б не ветер, еще может быть. Еще, может быть, я попробовал бы. Там это 15 градусов вода, ну, окунулся и вылезли на жаркий воздух, скажем так. На жаркий пляж, в принципе, ничего страшного. Тут просто, я говорю, я вам кофту надел. Мне холодно все равно. Ветер сильный. Ну и море, волна, конечно. Ну, хоть посмотрим с вами Балтийское море. Вот оно. Да, в Эстонии там тоже есть. Ну, вот Нарва есть. Недавно было в Эстонии. А так, основные, лучшие места-то, конечно, возле Пярва. Там, кому потеплее. Ну, как-то будет. Ну, конечно, пляжи бескрайние. Там вот Литва. В той стороне там Рига, Ленспирс, Юрмала. Да. Отсюда. Это одна из последних моих съемок. Литва. Там уже вечереет. Сейчас пойдем песком домой. Будем подытоживать увиденное с Татьяной. Вот завтра мы завтракаем. Приезжаем. Дорога дальняя. Тут до Тарта ехать в 6 часов. Ну, там, с паузой. Мы там в поле ходить, да. Коп попить. Вот. Вот как-то так. Жалко, да, что не попали в купальный сезон. Ну, ладно, что делать. А вот и Приморский парк, который идет. Он достаточно протяженно, идет вдоль берега моря. Вот здесь, буквально за этими бархами. Порошим метровой моря. Да, метров сто пятьдесят. Вот этот парк с разными активностями. Тут и посидеть можем, где кафешка есть. И мороженое продают. И напитки. Вот. И места отдыха для детей. Детские площадки. Вот. Ну, в основном для детей. Для взрослых тут пока я ничего не видел. Но все равно. Родители с детьми придут. Ребенки на площадку. А сами вон туда по бокалу пива. Ну, и так, внутри же. Вот. Детям тоже надо. Он со своим внуком. С любимым. Тоже на площадку он меня заставляет водить его. А мне приятно. Ему радостно и мне хорошо. Так и надо. Болеры было бы неплохо тут. Глядут. Счастливые мамаши с детьми. Дети святой жизни. Они мне не нравятся. Только в местах там. Как сказать-то. Куда я приезжаю отдыхать. Там, допустим, в тех же спайле. Там. В аквапарках. Один неугомонный и шумный ребенок может испортить отдых сотни человек. Ничего не сделаешь. Ну, не все дети. К счастью, не все дети такие есть и воспитанные. Это там, где родители занимаются воспитанием. Объясняют, что такое хорошо, а что такое плохо. А тут что за ярмарка выходного дня. Шумно. Люди танцуют. Вот сегодня какой-то этот знаменательный дат. Охрана стоит. Фиг туда пустят. Но здесь стадион. Футбольное поле. Стадион. Непонятно. Я понял. Зрители собираются в футбольную игру. Тут какая-то местная команда футбольная. Не знаю, кто тут играет. А латвийским футболом-то не очень заинтересован. Сейчас что-то и от других футбольных лиг. Это что, занят, наверное, другими делами. Немного раньше активно интересовался футболом. Смотрел практически все, что показывает. Особенно европейский футбол. Вот. Там эти премиум лиги. Лиги чемпионов. Походим. Стадион со стороны. Мне интересно, а что за растения вот эти красные такие. Красиво. Клумба тут. Я говорю, сейчас все цветет. Хоризонтемы. Но это я знаю. А вот это что? Не понятно. Ну красивые, яркие такие. Бордовые. Но эти фиолетовые. Все тут говорят. Цвета. Гармония цветов. Не запах. Запах, конечно. Цветение. Ну вот стадион Баугова. Кто там сегодня играет. Что там? Место. Местные звезды футбола зажигают. Какая влепая в эту команду? Билеты можно купить? Нет, атмосфера-то правильная. Явно тут какие-то серьезные команды, лидеры встречаются. Вот сейчас мы просили тут тоже на побережье концертный зал. Посмотрите, вот тут латвийские народные песни. Местные звезды поют. Без билета буду смотреть. Или это что, репетицию? Нет, это игра. Что-то там никого не видно. Все за группой такая. Местные звезды поют. Верти там пацаны. Одну и ту же песню играют. Верти там пустой зал. Да, мне кажется, что это репетиция. Такое чувство, что репетиция перед пустым залом. Ну, нормально, ничего. Разучивают песни. Вот, чтобы местные жители ничего не говорили, что я где-то придято отношусь. Вот по этому я говорю. Красивейшее здание. С колоннами, с украшениями. Барельефы какие-то. Чувствуется, что строители, художники, скульпторы постарались, архитекторы. Ну, в таком... Ну, неужели нельзя в порядок внести? Подлепить, подкрасить. Вот это я имел ввиду. И таких зданий много. Достаточно много. И все некрасивые. И каждый из них, я сказал бы, это памятник архитектуре. Вот. Ну, не все. Нет, есть. Есть, конечно. Сейчас просто здесь, скажем так, в пределах видимости нет. Тут я показал. Есть, конечно, реставрированные в порядке. Но бросаются в глаза большого количества, как здесь тоже. Может, на сколько рынок влияет? Быстро разрушается материал, я не знаю. Да. Вот тоже первый этаж еще более... Первый. Да, первый этаж еще более-менее ничего. А сверху уже... Ну, еще ладно. Еще ладно. Правильно? Об этом здании я ничего не говорю. Они никакой ни архитектуры, ни исторической ценности не представляют. Вот каменное здание, да. Жалко. Вернулись мы на свою улицу. Там, где расположен наш отель. Типа хостела. Ну, он такой уютный, нормальный. Радует, что он практически в центре города, недалеко от моря. Вот. Ну, поездку в целом удалось. Подытоживая. Завтра утром будем уезжать. Наверное, вряд ли тут что-то буду снимать уже. Там большая часть дня будет дорога. Вот. Хочется побольше побывать в таких городках. Или в большем количестве городков таких. Мне нравится у них своя особо атмосфера. Приятная. Почему бы нет? Самое интересное, у каждого своя изюминка есть. Они не одинаковые все там, как один. Вот тоже историческое здание. Ну. Вот. Чем-то я походил вдоль берега моря. Чем-то очень. Ну, не знаю. Быстро так на скидку. На эстонский гапсуль. Гапсуль похож. Ну. Возле моря там. Постройки. Может быть, это мода на курортные города. В то время была такая. То есть, на здание в курортных городах. А позже припарковать? Ну и все. Нормально. Машина стоит. Никуда не делается. Ну. Что ж. Всего хорошего. До новых встреч. Привет у Змеи. У кого будет возможность приезжать сюда. Особенно в сезон. Здесь хорошо. Ласково как-то. Ну все. Пока.